Всем привет, друзья! С вами Мортит. И сегодня поговорим о дробовичке Mosberg 500 Custom. Классная пушка, сразу говорю. По эффективности, по, скажем так, ТТХ, ну, то же самое, что и KillTech. Но есть одно отличие у него. Это ощущения. То есть, это те впечатления, те чувства, которые вы испытываете, когда играете с дробовиком Mosberg 500 Custom. И, пожалуй, такое же удовольствие я получаю, играя только с Macmillan CS5. Эти два оружия, в них, как вам объяснить, чувство чего-то прекрасного, оно доведено вообще вот до максимума. Звук, модель, анимация оружия. Настолько все это сделано классно, что да. Сейчас, например, я набил KillTech, сделал из него 10 тысяч фрагов и играю с Mosberg. И не исключаю, что в будущем это будет, может быть, моя главная пушка за Медика. Потому что такого удовольствия я ни с одним дробовиком не испытываю. Это очень, очень такой приятный ствол. И сейчас посмотрим его в деле. Опа, загрузочка. И сейчас посмотрим. Появились. Бой. Раунд начался. Так. Вот так. Вижу первую цель. Готово. Замечательно. Хороший старт. Хотя, почему-то у меня что-то вроде приметы есть. Если меня в самом начале не убили, то все плохо. Меня должны обязательно нагнуть в начале пару раз. А потом уже да. А потом, значит, бой будет очень удачным. Ну вот как-то так оно получается. А тут да. А тут, тут вот, исключение же бывает все-таки. Опа. Опаньки. Тихо. Не надо сопротивляться. Надо просто расслабиться и получать удовольствие. Опаньки. Девочку подстрелили мы. Так, молодой человек на балконе не тем занимается. Вот так вот. Получи. Вот, блин. Все, да. Кричет хорошо мне поставили. Так. Главное, что. Помните, да, у медика? Вот так. Главное, у медика, это неожиданность. Появиться там, где тебя совершенно не ждут и всех нагнуть. Желательно зайти от спины и так далее. То есть, вроде оно и не кемперсу, да, но, ну, нагибает. Самая хорошая тактика. Иожиданность. Ничего прекрасней быть не может. Так. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, пока, конечно, начало. Да. Начало просто потрясающее. Очень классное начало, мне нравится. Так. Так вот. Хорошо. Все получается именно так, как и было задумано. Она, в общем-то, всегда так задумана, но не всегда так получается. Но. Слава богу, достаточно часто. Ну, что за нафиг? Ай-яй-яй-яй. Да. Какой хитрый-то, да. Подкатиться хотя бы. Да. Чуть-чуть не получилось. Наш противник не видел нас, он жопой пятился, и мы ему засандалили по самое, не балуйся, по самой помидорке. Глубоко и надежно. Так. О, как красиво чувачок-то, да, подлетел так? Облокотился. Да, блин, ну. Много юсоса в комнате. По-моему, там минимум два их точно есть. Это уже много. Вот. Но. Я даже не могу сказать, что вот эффективнее бывает юсос или мозга. От пинга зависит еще многое. Я думаю, что даже на опенсупах чаще всего использовался юсос, да, например. По той простой причине, что... Отборочные-то где у нас проходят? В интернете, правильно? Правильно. То есть, пинг решает по-любому. Имеет значение. И на помпу нельзя положиться на 100%. А на юсос еще как-то можно, да. То есть, есть шанс, что исправите, успеете свою ошибку. А что касается, если бы турнир полностью проводился на лане, я не уверен, что брали бы юсос вообще. Я думаю, что, скорее всего, конечно, больше всего брали бы сайгу полуавтомат. Вот, мозгберг нет, потому что... Потому что помпа, к сожалению, очень ограничена по дистанции. То есть, это только ближний бой, и все. Ничего с этим не поделаешь. Ну, ничего страшного. Зато на паблике помпа это то, что надо. Это вообще разрыватель попок на паблике. То, что нужно. Настоящее, скилловое, нагибаторское оружие. Блин, ну, елки-палки, что это такое было, вы видели, да? Люди телепортируются постоянно. В этом плане, конечно, такого цирка, как Warface, больше не существует. Это что-то с тем. То есть, с одной стороны, игра очень приятно сделана. Режим мясорубка вообще потрясающе сделан. Мне очень нравится. Такой мясорубки, наверное, никогда больше я не видел, но прежде. То есть, ну, много было игр, где мне нравился режим «Каждый за себя», да? Классический Deathmatch. Но, так, к такой реализации, как в Warface, если вот так, прямо вот, задуматься, нигде не было. Очень классно, очень мне нравится. Обалденное мясо. Много вообще достоинства игры, которые, да, людей задерживают надолго, люди годами играют. Но при всем при этом. Есть и такие моменты. Они, с одной стороны, раздражают, с другой стороны, это настолько смешно. Вот эти вот фирменные лаги в Warface. Этаких лагов, наверное... Ну, я такие, знаете, когда лаги видел? Когда вот я только начинал играть в питьевые шутеры, это было где-то середина 90-х годов. Вот, то есть, да, вот тогда такое было. А потом я не видел. Это вот, это привет из 90-х, короче. Реально, такой нагиб мощный вот. Лаги нагибают чаще, чем люди. Мне надо потом сделать подборку лагов. Недавно вот штурмовик, короче, с неба падал. Ну, было такое. Здесь, на пригороде, штурмовичок. Он, в общем, с неба упал просто передо мной. Расстрелял меня с пулемета вплотную. Такого я вообще никогда не видел. Просто с неба человек прилетел. Ну, иди сюда, а ну-кась. Лагнули с пистолетик. Да, это жестко, конечно, получилось. Ну, ничего, ничего. Мы так просто не сдаемся. Вот так. Вот это ноги. Вот это я. Вот это я молодец. Вот это да. Это то, что надо. Вот почаще бы так бои проходили. Они, в общем-то, и так неплохо проходят. Уже больше 900 мясорубок выиграно. Ну, немножко, как бы. Я думал, что раньше выиграю. Но, к сожалению, не всегда получается в арфейс играть. Как-то по жизни еще дела всякие есть. Не получается. Вот. Вот. Ну, а тем не менее, да. То есть, все нормально. Осталось уже совсем крапалик. Я обязательно запишу это на видео. Свою эпичную победу. Когда я тысячи раз нагну всех на мясорубке. Это будет великий день. А знаете почему? Потому что в этот день я, собственно, с мясорубкой, как с основным режимом, завяжу. То есть, я здесь буду только разогреваться. А вот во что я буду играть, это, это да. Не самый простой выбор. То ли и захват, подрыв играть. То ли может быть штурм. То ли командный бой. И понятно, что играть-то я и буду во все. И мясорубочку тоже. Но надо будет специализироваться на каком-то режиме. Это будет грамотно, скажем так, изучать карты. Так что, видно будет. Этот бой прошел более чем успешно. Бой прошел великолепно, я вам даже скажу. Помимо того, что Мосберг является оружием приятным и достаточно эффективным. Если вы в хорошей форме, можно даже, скажем так, наверстать упущенное. Поэтому сейчас я покажу еще одну игру, где я зашел не с начала матча. Где у противника было преимущество по фрагам изначально. 5, 6 или 10 фрагов. Точно не помню. Но, тем не менее, хорошо управляясь с Мосбергом, я сумел матч выиграть. Давайте посмотрим. Опа. Так, надо сориентироваться. Я смотрю, лидер там отрывается. Мы-то зашли не с начала. Вот так. Есть. Замечательно. Нагнули. Нагнули. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Надо еще кого-нибудь найти. Опа. Красиво. Вот так. Ну-ка. Не, ничего не получилось. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Оп. Кто-то сзади, да, подкрался. И, да. Пердачок мой порвали. Бывает такое. Бывает. Не без этого. О, красивый размен. Так. Надо догонять этого инженера. По-моему, это инженер был. Без меня разобрали. Есть. Блин. Засандалили мне, конечно, красиво с Беннели. Молодцы, да. Беннели это... Это хорошо. Ну-ка, забить. Опа. Е-е-е. Все, получается. Экс-снайпер, взгляд, и так побежал. О, он меня не видит. На. Красотища. Хорошо. Блин. О, ах, блин. Вашаня нагнул. Сделал добрые дела. Молодец. Так, все. Опа, опа. Есть. Есть. И... И нагейб случился. Ну, что ж. Собственно говоря, да. Так оно и бывает. Опа. Опять нагиб. Это тут дикий, короче, этот чувачок. Я его регулярно встречаю на мясорубках. И он очень такой, знаете, грамотный медик. То есть, он все делает как надо за медика. Он подкрадывается. Вставляет в жопень ствол. И ваншотит как положено. Молодец. Я тоже так люблю делать. Это правильно. Ну-ка, если... Кто там у нас? Опа. О, есть. Умер, так сказать, на взлете. На высоте. Ну-ка, если... Вот кошка. Блин. Ну, нет, нет. О, да. О, да. Граната была очень... Граната я очень неудачно их кинул, но все завершилось благополучно. Так. Иногда простреливается. Опа. Нет, на этот раз дробь не прошла сквозь металлическую преграду. Хотя, почему-то иногда срабатывает. Мне кажется, это просто глюки системы сглаживания. По идее, не должно проходить. Еее. Вот это хорошо получилось. И вот... Да. Не успел я третьего. Вашане опять, короче, нагнул. Молодец. Поздравляю. Так. Эх, блин. Пикселио. Интересный ник у него человека, да. Нагибаем. В подкате. Подкат. О, да. Хорошо. Подкат это... Это очень важно, когда вы играете с помпой. Использование подкатов, оно не только позволяет вам сократить дистанцию. Но при подкате, насколько вот... Я заметил, по-моему, самая высокая кучность. Даже выше, чем если вы ложитесь. Поэтому... Помповый дробовик в подкате становится эффективным намного... Ну, короче, на более далекой дистанции, нежели обычно. В обычных условиях. О, так. Очень-очень хорошо. Так. Чувачок. Блин. Это опять Паша не был, да? Такой вот... Чё хочу сказать. Энергичный, энергичный. Очень инженер. Хорошо. Хорошо он стреляет инженером. Молодец. И главное, быстро реагирует, быстро разворачивается. Всё делает резво. Так. Ну, вот так, да. Получилось. Эдшот, детка. Эдшот. Уваж... Уважда! Да, блин. За-сяун дали. Ну чё-чё? Мы так просто... Не сдадимся. Кстати, я, по-моему, там уже, это... Лидирую, да? Да, вроде, по-моему, я вышел на первое место. Или не вышел ещё, но посмотрим... О да! Вот теперь я точно вышел. Так, загнали в угол и добили. Так, хорошо, хорошо. А вот это вообще не хорошо, конечно, но ничего страшного. Но наше победное шествие уже вряд ли кто-то сможет остановить. Мы на гнём. Блин. Дикий, как всегда. Вот реально, смотрите, да. Вот молодец, хвалю вот так вот. Никто не ожидал. Ни мой противник, ни я. И тут выбегает Дикий, короче, и нагибает Филсоса так ловко, прямо из-за угла так вышел. В замедленном действии, наверное, это бы смотрелось вообще супер. Такой настоящий ковбой. Так, вышел. Хлопс, хлопс и всё. И никого нету. Блин. Так. Ну-ка. Опаньки. Вижу. Во. И даже хорошо, что оно так закончилось, потому что, по-моему, ситуация была не в мою пользу. Меня могли сейчас нагнуть. Но, всё это мелочи. Главное, конечный результат. И результат меня вполне устраивает. Чё у нас там? О, вообще хорошо. Всё замечательно. Вот так, друзья. Мосберг 500 Custom – это классная пушка. И скоро выйдет видео о том, как тренировать свою стрельбу за медика. С помпой, прежде всего, да. И, думаю, многим понравится. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нагибайте всех. Увидимся с вами.